Главным является у нас один из ведущих крипто-специалистов мира, Олег Хавайко, который, собственно, работает 20 лет в области криптографии, даже больше 20 лет. Я как смог, потому что я так уже во времени не вложился, но вот рассказал о том, что такое. — Отличная презентация, и вы великолепный докладчик, Игорь, спасибо вам большое, очень получил удовлетворение. В общем, слушаю вас, особенно мне понравился метафор. — Станислава зовут Станислава. — Ой, я прошу прощения, да. — А Игорь вот. — А, ну да-да-да, я просто смотрел и перепутал, да, но мне очень понравился ваш метафор по поводу «иди на куй». — А, или я не... «на куй», да. — Не внимательно служил вообще, не внимательно. — У меня к вам два вопроса. Первый вопрос по поводу монетизации. Каким образом вы осуществляете, что у вас находится, как бы, в вашей бизнес-модели, и как осуществляется монетизация вашего сервиса внутри? Это вот первый момент. Второй момент. У вас технология реактивована на паблик блокчейн, имеется в виду биткоинский? — Нет, имеется в виду эмиркоинский. — А, понятно. — Эмиркоин — это, да, это топ, ну, скажем так, 20-ка, 15-ка мировых, как называется, криптоплатформ, да, и мы там в ней находимся. Вот. А первый вопрос был какой? — Первый вопрос там про монетизацию. — А монетизация, мы, как бы, у нас есть там какой-то пул, который основывается на жадности майнеров, потому что нам нужно общественная сеть поддерживать. Но, в основном, мы не делаем на это упор, мы делаем упор на разработку контрактных проектов, на консультации и так далее. Но еще иногда у нас даже просили, скажем так, сделать им копию нашего специально кастомизированного, с заданными свойствами. — И следующий вопрос, а как у вас осуществляется гарантированное удостоверение двухсторонней сделки, то, о чем вы говорили? — Вы знаете, это, действительно, уже сложный математический, скажем так, сложный математический аппарат. Если вас это будет, действительно, интересовать, то мы говорим об этом, ну, позже, потому что это все уже пошла такая криптография. — Спасибо большое. Последняя презентация, Николай. Расскажите, как же это все работает? Звучит это все, как, вот, коллеги, у коллег, оказывается, были проблемы, они просто не знали, что есть Амеркоин, и все уже можно решить. — Добрый день. Меня зовут Николай Павловский, я представляю компанию Хэшкоинс. Наш головной офис находится в Таллине. И немножко удивительно слышать тот факт, что мы в Эстонии уже больше года используем технологии Амеркоин, а в России о них только сейчас начинают узнавать. Вот. Одна из основных технологий, которую мы применили у себя в самом начале, это технология EMC SSH. Зачем она нужна? Она нужна для удобного администрирования удаленных серверов. — Спасибо. — Спасибо. — Вот. — Мы имеем дело не с обычными серверами, а с майнинг оборудованием. То есть наша компания с 2013 года занимается выпуском оборудования для обработки транзакций. Майнерами в народе. Мы доставляем как серверные решения, так и домашнего пользования. Сейчас мы майним еще и Ethereum на видеокартах. И всем этим оборудованием нужно управлять. Представьте себе дата-центр, в котором стоит около тысячи машин. Соответственно, нашим работникам, администраторам, программистам нужно дать к этому оборудованию доступ. Настроить пулы и еще что-то сделать. Если использовать традиционный подход, мы используем SSH ключи. Соответственно, в каждой машине можно было прописать тот список ключей, который может на них авторизоваться. Но если вдруг какой-то человек ушел в отпуск, заболел или уволился, соответственно, мне как главному админину нужно бежать по всем этим машинам и переписывать ключи. Это очень неудобно. Вот, соответственно, на этой картинке примерно схематически показано, как это работает. Я главный админ, есть группа программистов, админов поменьше. У нас есть СОТ, центр обработки транзакций. Биткоин транзакций, рескрипт, неважно. Есть сервера компании. Соответственно, мне нужно как-то разделить доступ. Кому из программистов дать доступ к серверам, кому к майнинг оборудованию. Для этого я использую технологию Меркод. Что происходит? Все программисты, они добавляют к получению Меркод на свои публичные ключи. Дальше они их привязывают к своим логинам. То есть логины могут быть совершенно произвольными. Что им нравится, там, Петя, Вася, Коля, без разницы, что они укажут. Они, главное, должны сообщить их мне. Соответственно, я дальше создаю группу и указываю, что в этой группе состоит Петя, Коля, Вася. Вот. И дальше на сервере происходит магия. Вместо того, чтобы указывать все ключи, я указываю просто название этой группы, которая может иметь к этим серверам доступ. Соответственно, когда человек авторизуется, система проверяет, кто это такой, то есть получает из блокчей на список всех ключей и, соответственно, определяет, пускать этого человека или нет. В чем прелесть этой системы, что если, допустим, Вася из моей команды заболел или ушел, и я просто обновляю запись получения Меркурина, что наша команда поменялась, было 5 человек, стало 4, все, Вася не может зайти ни на один из серверов. Мне также никто не мешает, допустим, сделать две группы. Одна, допустим, которая занимается майнинг оборудованием, вторая, которая с сервера. И туда-сюда менять, допустим, людей. На самом деле это очень удобно. Вот. В чем преимущество этого подхода? Бесконечная масштабируемость. То есть серверов может быть у вас столь угодно много. Тысяча, две тысячи, десять тысяч, сто. Абсолютно без разницы. Очень легко администрировать. Новый человек пришел в команду, мы его добавили в получение, как бы он получил доступ сразу ко всем серверам той группы, в которой он состоит. Совместимость с любыми операционными системами. Деппиан, СНТС, неважно с чем вы работаете. В принципе без дерматов. Вот. Но есть один небольшой недостаток. Если вдруг упал Эмеркоин демон, такое иногда бывает, очень редко, но бывает, то доступ теряется ко всем серверам. Поэтому я везде прописываю мастер ключ. То есть на случай какого-то глобального форс-мажора я все равно получу доступ к серверам, подниму демон Эмеркоина и соответственно все будет хорошо. Вот. Очень похожая система EMC SSL. Она у нас используется для авторизации пользователей в веб-интерфейсах оборудования. Ну, плюс мы в каких-то своих сервисах используем. И сейчас разрабатываем платежный шлюз, где авторизация через SSL сертификат будет в качестве двухкартерных авторизаций. То есть сгенерировать сертификат пользователю очень просто. написали скрипт, который буквально две строчки заполнить название и пароль для добавления в браузер. Соответственно, после того, как сертификат добавлен в браузер, человек может авторизоваться на любом сервисе, который использует эту систему. Это реально очень удобно, потому что, ну, во-первых, это как замена паролей. Во-вторых, ну, если кто-то, допустим, заходил на сайте через телефон, он знает, как неудобно заполнять там корпус паролей. Здесь мы просто нажимаем одну кнопку, да, авторизоваться через сертификат, и все. То есть это удобный и безопасный способ авторизации. Настраивать все достаточно просто. Не требуется дополнительная плота. Все делается штатными. Ну, если мы говорим про вебмастера, который это все разворачивает, то там, в принципе, кроме мод SSL ничего не нужно. То есть совместим с технологией, с другими технологиями EmmerCoin, с тем же SSH, можно создавать группы, можно вытягивать там ID сертификатов, опять же, по той же схеме, как и с Emmer SSH. Вот. И самое главное — это простой и удобный способ отзыва скомпрометированных сертификатов. Грубо говоря, я авторизовался где-то на сайте с телефона. Телефон у меня украли, мне нужно срочно отозвать этот сертификат со всех сайтов. Я иду на основном компьютере в свой кошелек, делаю апдейт записи, все, это сертификат невалиден. Это очень удобно. Единственный недостаток, ну, пару недостатков, я на этом, наверное, и закончил. Вот. Эта штука авторизует браузер, но не пользователя. Ну, что это значит? То есть, если вы установили сертификат в браузер, то любой человек с улицы, если подойдет к вашему компьютеру и нажмет авторизоваться, он сможет это сделать. Вот. И второй недостаток — эта технология плохо совместима с CDN-системами, такими как Cloudflare. То есть, если у вас небольшой сервис, и у вас, как бы, вам жалко денег на, там, Enterprise аккаунт, то это может стать проблемой. Ну, на самом деле, эта проблема решается. Так же, как и первый недостаток, что авторизует браузер, ну, мы, например, будем использовать и пароль, и сертификат. То есть, пароль авторизует пользователя, сертификат авторизует его компьютер. Вот. Ну, в принципе, это основные вещи, о которых я хотел рассказать. То есть, технология Emmercoin, она реально работает, ее можно использовать в любое время и уже сейчас. Кроме того, самая основная вещь в Emmercoin — это NVS. То есть, там можно хранить вообще любые данные. То есть, мы сейчас разрабатываем прототипы, ну, допустим, автомобильный реестр. То есть, там можно хранить абсолютно что угодно и в любом виде. Хотите JSON храните, хотите просто текстовые данные. Вы просто с этим NVS работаете как с обычной базой данных в Маскейл. Что тут записать? Десятое дело. Ну, Emmercoin сделал какие-то наработки. Вы можете использовать их сейчас уже, допустим, SSH, SSL. Но, в принципе, вам никто не мешает делать какие-то свои префиксы данных и использовать просто как хорошую защищенную распределенную базу данных. Поэтому, если вам нужны какие-то сервисы именно, где важно распределение данных, можете обратиться к нам, можете обратиться к Emmercoin, и мы вам сделаем буквально за очень короткий промежуток времени. Спасибо большое. Я думаю, что времени на вопросы у нас не осталось. Но все спикеры, пожалуйста, если... Сейчас они сойдут со сцены. После ваших аплодисментов. Мы благодарны. Вот, трудно задать вам вопросы в воклайне. Я тогда передаю вам...